Я хочу любви, как женщина, и он хочет любви. Дорогой, дважды два, четыре. Мне нужна забота, ему нужна забота. Все это прекрасно. Мне нужно понимание, ему нужно понимание. Какие эти мужчины странные? Как, блин, его понять? Ты уверен, что ты понятна мужчинам? Ну как, зачем? Чтобы был. Привет. Меня зовут Ярослав Самойлов, я являюсь экспертом психологии отношений. И в этом видео мы поговорим о том, как же понять этих мужчин, как же понять этого мужчину. И часто, на каком этапе девушка задается, девушка-женщина задается таким вопросом. Первое и самое частое, это когда уже какие-то длительные отношения. Потому что вначале мужчина был принцем, самым лучшим, заботливым и невероятным, а со временем превратился в непонятно кого. Да, и женщине непонятно. И его поведение ей кажется странным. И вот она задается вопросом, как, блин, его понять? И бывают настолько абсурдные ситуации, когда женщина говорит, дорогой, дважды два, четыре. А он как упертый баран. Нет, пять. Ну я сейчас утрирую, да, я сейчас привожу метафору. Но такое часто бывает. Или же такое бывает, когда на ранней стадии отношений с мужчиной, да, еще, ну как бы, еще этап свиданий, и опять же, мужчина непонятно как-то себя ведет. Женщина, и часто мы можем слышать такой разговор, когда встречаются подружки, обсуждают, какие эти мужчины странные, да, как вот, как их понять, да. И сейчас я в этом видео разберу. Итак, первое, на что я тебе хотел обратить внимание. Если ты задаешься вопросом, как понять мужчину, спроси себя. Я тебе, давай я тебе спрошу. Скажи, а ты понятным мужчинам? А мужчина, с которым ты живешь, или мужчина, с которым ты ходишь на свидание, а ты уверена, что ты понятным мужчинам? Вот тебе мужчины непонятны, да, а ты им понятна как женщина? И многие тренера, книги и прочие статьи, они учат чему? Будь загадкой, будь недоступной и так далее. И все это прекрасно, но это прекрасно на короткую дистанцию. Когда мужчина разгадает твою загадку или разгадает твою недоступность, часто эти девушки страдают тем, что эти мужчины сливаются. Или как раз часто это оказывается таки, то есть, или ей кажется, вот он завоевывает, значит, он настоящий мужчина. А потом оказывается, что он нифига не настоящий мужчина. Так вот, в чем кроется здесь? Что нормальному мужчине, это я учу на, один из пунктов, которых я учу на бесплатном онлайн-курсе, мужчина-честная инструкция, на которую ты можешь записаться, да, я там чему-то доношу девушкам и женщинам понятие, где нормальный мужчина, а где нет. И вот как раз нормальному мужчине очень, ему важно, вот помоги мужчине понять, как делать тебя счастливой. Поэтому я учу женщин быть понятными для мужчин. Понятными это не значит простушкой какой-то, а понятной, как делать тебя счастливой. И чтобы это было понятно, мне уже на первом свидании, как делая тебя счастливой, я становлюсь, как мужчина, круче и счастливее. И вместе это, собственно, и есть наше взаимное счастье. Так вот, первый еще раз пункт, как понять мужчину, убедись, понятно ли ты ему, как женщина, или им, как женщина. И часто женщина непонятна, потому что она, во-первых, сама не понимает, чего она хочет от жизни. Она не понимает, зачем ей мужчина на самом деле. Она не понимает, зачем она мужчине, у нее нет вообще идеальной картинки будущего. И это я отнес бы ко второму пункту. То есть, если ты хочешь понять, как понять мужчину, ты должна... Часто так происходит, такой вопрос люди задают, которые сами себя не понимают. Это второй пункт, да. Потому что, вот, например, у меня нет проблемы, у лично у меня, как мне понять кого-то. Знаешь почему? Потому что я очень хорошо понимаю себя. Я очень хорошо понимаю себя. И так как я понимаю себя, чтобы мне преодолеть путь понимания себя, я очень сильно параллельно, как бы, не специально начал разбираться и в других людях. И если ты задаешься вопросом, как кого-то понять, скорее всего, ты сама себя не понимаешь. И я часто вижу женщин, у которых нет нечто, у которых нет целей, у которых нет вообще идеальной картинки взаимоотношений. Я у нее спрашиваю, зачем тебе мужчина? Ну, как зачем? Чтобы был. Или чтобы влюбленность была, да. Или есть женщина. Вот хочу влюбиться. Да, то есть, что-то абстракт. Чего-то хочется, да, вот что-то ходит. Что-то грустненько, скучненько. Винишко выпить, да. Она там выпила винишко. Ой, как веселенько. И вот, ну, и это неплохо, если ты не знаешь, чего ты хочешь. Просто не удивляйся. Если ты не знаешь, чего ты хочешь, не удивляйся, что жизнь тебя, как бы, знаешь, так как корабль, который плывет в океане, и его куда-то выбросило какой-то необитаемый остров с дикими животными. И она думает, как понять этих диких животных. И третий пункт, как понять мужчину. Это знаешь, это представь, вот если бы я захотел начать бизнес в Китае или в Америке. Ты понимаешь, что мне бы невозможно было это сделать, если я не понимал бы китайского языка. То есть, как минимум, мне нужно было бы или хорошо понимать китайский язык, изучить его, или же мне нужно было бы взять переводчиком. Или мне, понимаешь, да? Потому что, ну, никак по-другому. Или же, если я хочу бизнес в Америке, я очень хорошо должен понимать американскую аудиторию, на которую я хочу делать какой-то там бизнес или какой-то проект. И также то, что третий пункт, к которому я веду, как понять мужчину, это отдельная наука. Это, понимаешь, современные девушки, они ходят у них по три высших образования, они проходят курсы бухгалтеров, курсы иностранных языков. Но они не проходят один курс очень важный. Это понимание психологии мужчин. Кажется, что мужчина такой же человек. Он хочет любви. Я хочу любви, как женщина, и он хочет любви. Мне нужна забота, ему нужна забота. Мне нужно понимание, ему нужно понимание. Это все абстрактная фигня. Послушай, это все абстрактная фигня. Мужчины это отдельная, точно так же, как и женщины. И знаешь, это твой важный, я считаю, навык профессиональной женщины. Очень хорошо разбираться в мужской психологии. Стать в этом профессионалом. Потому что, и ты можешь подумать, блин, ну это же нечестно. А чего мужчины не задаются вопросом, как понять женскую психологию? При чем тут мужчины? Мы сейчас говорим про тебя, да? И неважно даже, понимаешь, когда ты умеешь влиять без драмы и манипуляции на мужскую психику, ты задаешься вопросом, как мне делать, делая мужчину счастливым, чтобы он с удовольствием делал счастливее меня? И чтобы это длилось не одну ночь, пока я загадка, не три года, пока длится влюбленность какая-то первая, да, первая эйфория. А столько, сколько я захочу. Это тоже, что мы также разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина – честная инструкция», где мы очень глубоко на протяжении там очень многих часов разбираем эти вопросы. И ты прямо сейчас на него можешь записаться. Если это видео было полезно, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на видеоканал. И чем дальше, тем больше у нас будет полезных и более качественных видео на нашем канале по теме психологии взаимоотношений. До встречи в следующих видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова